Россияне продвинулись в районе села Тоненькое, западнее Авдеевки. На окраинах Орловки и Бердычи идут бои. Какая ситуация сейчас в этой точке фронта и какие тактические неожиданности армия РФ создала для сил обороны Украины, смотрите в этом видео. На Авдеевском направлении идут масштабные бои за села Орловка, Тоненькое и Бердычи. По словам аналитиков проекта Deep State, россияне, вероятно, частично вошли в украинские населенные пункты. Но ситуация меняется каждый час. Сейчас идут бои за такие села, как Орловка, Тоненькое, Бердычи, Степовая, Ласочкиная и Северная. Мы были вынуждены оставить, потому что они были неудобны для обороны. О том, что ВСУ удерживают по 15-20% этих населенных пунктов, сообщает доброволец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», который ведет телеграм-канал «Говорит снайпер», а также некоторые военкоры. В Бердичи, по их информации, россияне готовятся заходить с новыми резервами. А аналитики Американского института изучения войны утверждают, российские войска якобы улучшили свои возможности и использовали тактическую неожиданность в последние недели в районе Авдеевки. На практике это передислокация личного состава путинской армии и смещение направлений удара, говорят эксперты. Для меня, ну, подобные новости, это, знаете, попытка создать бурю в стакане. Не более того, речь идет о передислокации личного состава и, соответственно, нанесении удара по позициям вооруженных сил Украин в районе сначала Ласточкино и, соответственно, с ТПВ и далее выход на Бердичи и Туненьке. Если это стало на сподиванкой, тогда вопрос компетентности, я еще раз подчеркиваю, украинских, соответственно, командиров подразделений, которые прикрывали данное направление, в первую очередь главному управлению разведки Министерства обороны. Не исключено, что перенос главных усилий противника с одного направления на другое оказался для ВСУ, скажем так, незаметным. Но в то же время есть информация, что тактическая и оперативно-тактическая разведка своевременно вскрыли факт перегруппировки двух отдельных мотострелковых бригад РФ. Я не понимаю, откуда берутся эти сведения о том, что мы там что-то упустили, потому что противник там постоянно перегруппировывается и противник там постоянно перебрасывает резервы. Аналитики предполагают, вероятно, у украинского командования расчет был на то, что колоссальные потери армии РФ не позволят войскам противника продолжать наступление. Но россияне избрали другую тактику, то есть развитие тактического успеха и попытались, как говорится, на плечах отступающего противника прорваться непосредственно уже в тыловые районы, контролируемые вооруженными силами Украины Донецкой области. То есть не дать возможности вооруженным силам Украины закрепиться на заранее подготовленных рубежах. Но тут опять вопрос, были ли они заранее подготовлены. Эксперты говорят, главная цель российской армии – это попытка создать под Авдеевкой буферную зону, чтобы иметь плацдарм на случай перехода ВСУ в контрнаступление. Тактика армии РФ – это атака с флангов, чтобы взять украинские силы в клещи, утверждают аналитики. Там, с урахованием местности, что она досить посечена озерами, речками, это им делать будет надзвичайно тяжело. Но, с другой стороны, для Путяна это байдужа степень важкости просувания его войск. Для него обязательно нужно сохранить темп наступа. Эксперты призывают пока что соблюдать информационную гигиену, поскольку дезинформации о ситуации под Авдеевкой очень много. И пока нет официальных данных от Генштаба Украины. По их мнению, говорить о тактических успехах россиян слишком рано. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы.